Новый день спешит в рассвет. Новый день подарит тебе небо. Тёплый след в душе твоей. Новый день пришёл, открывай скорей. Новый день. Кто-то собирает чемоданы, кто-то бронирует номера, может быть, на турбазах, отелях, а кто-то собирается в гости. Да, вообще есть возможность оценить вот этот последний поцелуй, осенний поцелуй после жаркого лета. Мы рекомендуем вам пока ещё выходные, такие не сильно морозные, наслаждаться вот этой вот запоздалой, запоздалым бабьим летом и кайфовать от каждого денёчка. Ну что, начнём? Да, давай для начала разберёмся с календарём. Какие праздники сегодня, 30 сентября? 30 сентября – Международный день перевода. Женя, владеешь иностранными языками? Для меня слово «перевод» – это только когда мне жена говорит, что ей нужно на ноготочки, на прическу, на какие-нибудь вкуснятки перевести. Вот тогда я использую слово «перевод». Но если мы говорим про иностранные языки, то здесь мой учитель, господин Бутко. Именно вот такое у меня произношение на иностранных языках. Как у тебя с иностранными языками? Ну, тоже, наверное, на уровне твоём, хотя я в своё время жила в Китае довольно-таки долго, почти три года. Скажи по-китайски «Новый день». Нет, сейчас не скажу. Я так и знала, что спросишь. Так вот, когда ты начинаешь жить в стране, не зная языка, ты волей-неволей его учишь. И, кстати, это, наверное, лучший способ выучить иностранный язык, попасть в среду, там, где вокруг говорят только, исключительно на нём. Когда случилась пандемия, нас всех посадили дома, я подумал, что это идеальное время, чтобы учить иностранные языки. Да, я даже пробовал в онлайн-формате, созванивался с преподавателем, по 30 минут в день занимался. Классная, эффективная форма обучения. Но хватило, наверное. Как только нас выпустили из дома, я забыл про неё. Закончилось обучение. Ну, вообще, сегодня, естественно, мы хотим поздравить с профессиональным праздником всех переводчиков, потому что без вас, ребята, такие, как мы с Женей, нам бы было жить, конечно, гораздо сложнее. Поздравляем и спасибо, что вы есть. Помогайте дальше переводить нам с иностранных на наш родной русский язык. Ну, как бы мы фильмы смотрели? Никак. Мы бы так сидели и только догадывались, о чём идёт речь. Также сегодня, 30 сентября, отмечается День Интернета. Интернет сейчас очень плотно просочился в нашу жизнь. Мы используем его для того, чтобы быть в курсе новостей, чтобы заказать билеты. В общем, мне кажется, дня без интернета мы не проводим. Это точно современную жизнь, очень сложно представить без него. Всё делаем, да, через интернет, даже за садик, оплачиваем за школу, покупаем, всё покупаем, по-моему, через интернет. На какой сайт чаще всего ты заходишь в интернете? Ну, если, например, говорить о покупках, то это, наверное, ВБ, да, как все сокращенно говорят в Алберис. Сейчас он популярный сайт, это не реклама, это правда, потому что практически всё я заказываю там. Хотя муж, наверное, мечтает, чтобы этот сайт заблокировали побыстрее, чтобы меньше денег вы семьей тратили. А я чаще всего смотрю сайт телеканала Актис, чтобы оставаться в курсе актуальных новостей, чтобы смотреть интересные передачи, в частности, Новый день, чтобы быть всегда в курсе происходящего. Чего я вам желаю, давайте дружить не только в формате телевидения, но и в интернете. А если вернуться к календарю, сегодня, 30 сентября 1794 года, родился немецкий художник Карл Йозеф Бегас. Он был выдающимся портретистом своего времени. Отмотаем нашу машину времени ещё дальше. И 30 сентября 1891 года родился советский математик, географ и астроном Отто Шмидт. На минуточку, советский Отто Шмидт. Да, звучит странно, это то же самое, что если бы говорили, что российский ведущий Отто Зимник. Но нет, там просто сложная система. Он на самом деле родился в Могилёве, он в детстве работал в лавке письменных принадлежностей, учился в гимназии с высокими интеллектуальными способностями. В общем, много интересного в его судьбе. Подробно мы не будем рассказывать, иначе это займёт все 30 минут. А у вас будет возможность чем заняться на досуге. Почитайте, посмотрите. У него занимательная биография. Ещё. Сегодня есть именинница. Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Вера Васильева. Поздравления сыплются также в адрес известной итальянской актрисы Моники Белуччи. Моника Белуччи молодец. Вот ей сейчас уже 57, она выглядит всё равно потрясающе. Но как тебе кажется, что это эталон красоты или не совпадает с твоим вкусом? Мне кажется, о вкусах как раз таки и не спорят. Потому что у всех, как говорят мои дети, на вкус и цвет карандаши разный. А вот у меня наоборот. Вот знаешь, Моника Белуччи, она всем миром признана красавицей, а в мой вкус абсолютно не попадает. Жень, я думаю, твоя жена будет только рада, что Моника Белуччи не в твоём вкусе. Ну, в общем, не сотвори себе кумира. У всех вкусы разные, взгляды разные. Но всё же женщина, она яркая, потрясающая, эффектная. 30 сентября. Не забудьте поздравить родных, близких, знакомых, всех, у кого сегодня день рождения или может быть профессиональный праздник. Мы об этом тоже обязательно поговорим чуть позже. Вы смотрите программу «Новый день». Мы продолжаем. 30 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и военнослужащие Росгвардии. У нас сегодня в гостях представители ведомства. Светлана Карань, начальник пресс-службы Росгвардии по Иркутской области. И Михаил Геннадьевич Герасимов, начальник отделения учёта и комплектования управления Росгвардии по Иркутской области. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Ну и, конечно, первый вопрос, какой хочется задать. Какие подразделения входят в структуру Росгвардии? Светлана, подскажите нам. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили нас. Ну и сразу начнём тогда с наших подразделений Росгвардии. У нас в нашу структуру входят подразделения вневедомственной охраны. Они работают в 13 городах Иркутской области. Кроме того, это подразделения лицензионно-разрешительной работы. Это все те сотрудники, которые связаны, отвечают за контроль и оборот оружия. Это спецподразделения Росгвардии, отряды мобильных особого назначения и специальный отряд быстрого реагирования. Кроме того, у нас есть подразделения топливно-энергетического комплекса, которые контролируют государственный контроль в сфере энергетики. И у нас на территории Иркутской области расположены три воинские части. Это в Ангарске два полка, полк оперативного назначения и полк по охране важного государственного объекта города Ангарска Росгвардии. И Иркутская авиационная эскадрилья у нас расположена. Это вертолетная часть, вертолеты Ми-8 Росгвардии, которые выполняют тоже функции свои на территории Иркутской области. Как много подразделений. Мы вас и ваших коллег поздравляем с профессиональным праздником. Спасибо большое. Вот, собственно, такой сразу и вопрос про... Какие вообще задачи стоят перед вами и перед вашими коллегами? Задач очень много. Согласно 226-го закона федерального о войсках Национальной гвардии Российской Федерации, задач мы выполняем очень много на территории Российской Федерации. Но самая главная задача – это охрана общественного порядка и общественной безопасности на территории региона. И также борьба с терроризмом и экстремизмом. Ежесуточно на охрану общественного порядка на территории Иркутской области выходит свыше 100 нарядов групп задержания вневедомственной охраны. По результатам прошлого года за весь период предотвращено свыше 3,5 тысяч правонарушений гражданами. И наши сотрудники вневедомственной охраны доставили в отделы полиции около 300 граждан, находящихся в розыске. Ну вот сегодня мы не устаем вас поздравлять. У вас много коллег, и вы уже сами озвучили, как много полезного вы делаете. А давайте вот сейчас про какие-то точечные случаи, про настоящих героев вашей профессии расскажем. Находясь на маршрутах патрулирования, наши сотрудники вневедомственной охраны максимально быстро приезжают по различным происшествиям. Поэтому очень часто можно заметить в средствах массовой информации о том, что наши сотрудники задерживают правонарушителей, злоумышленников. На самом деле жизнь и здоровье граждан наши сотрудники спасают очень часто. И с начала года этого только если брать, то это уже шестой такой случай, где наши сотрудники отличились. В Устилимске наши сотрудники на пожаре спасли шесть пожилых граждан. То есть ночью был пожар, и наши сотрудники, проезжая мимо, заметили густой дым, клубы дыма. И начали спасать граждан, в том числе домашних животных, имущество, помогать людям. В Иркутске также наши сотрудники в ночное время спасали на пожаре граждан, в том числе беременную женщину. Ночью будили всех граждан, спасали, эвакуировали, вызывали также МЧС. И были и такие случаи, когда женщине просто становилось плохо со здоровьем в районе реки Ушаковка в Иркутске. Это только в этом году было. Женщине стало плохо, приступ был. И наши сотрудники, проезжая мимо, заметили, не могли остаться равнодушными. Оказали ей помощь, доставили очень быстро в ближайшее медицинское учреждение, тем самым также спасли жизнь. Я благодарна очень сотрудникам Росгвардии, что они помогают людям. И в таких обстановках, вот реально, вот просто случайно мимо проехали, и такие молодцы у вас ребята работают. Очень большое спасибо. И надо сказать, что люди не остаются равнодушными, и они всегда благодарят нас. Через соцсети они звонят, пишут письма. То есть различными способами они выражают благодарность нашим сотрудникам спецподразделений и сотрудникам вневедомственной охраны, в том числе, за спасенные жизни. Хочется прям поаплодировать. Согласен? Да. Вы молодцы. Да. Действительно. Ваш труд невозможно переоценить. А вот помимо основной деятельности, какую еще работу вы проводите? Самая главная работа, ну, это моя в том числе, как начальника пресс-службы, я очень увлекаюсь или занимаюсь с подрастающим поколением. У нас есть и в Ангарске, и в Иркутске классы Росгвардии, кадеты наши. Мы проводим с ними большую патриотическую спортивную работу. То есть мы участвуем в различных акциях, высаживаем, вот совсем недавно мы высаживали деревья, древо Сталинграда. Это мероприятие приурочено к 80-летию празднования Сталинградской битвы, которая будет праздноваться у нас в феврале. Мероприятия уже у нас начались. Убираемся в местах захоронения участников Сталинградской битвы. То есть особое внимание уделяется вот этой акции Росгвардия, страницы победы Сталинград. Это наша ведомственная акция. Также много очень мероприятий спортивных мы проводим с нашими кадетами. Сотрудники и военнослужащие, очень частые гости в классах, проводят различные спортивные мероприятия, уроки мужества. Ребята приучаются тем самым любить свою родину, уважать традиции Росгвардии, в том числе и участников всех Великой Отечественной войны. Вот если взять акцию, например, в которой мы участвовали, чистые берега по уборке берега реки Ангара, то тут, конечно же, безусловно, они учатся беречь свою родину. То есть каждая акция направлена на что-то. То есть мы чему-то учим их и в том числе получаем обратный ответ. И хочется представить еще раз вас, Михаил Геннадьевич. Ответьте нам, пожалуйста, на такой вопрос. Понятно, что цифры секретны, но весь ли личный состав укомплектован? И есть ли вакансии в войсках Росгвардии? И если есть, то какие требования к новобранцам? Спасибо большое за вопрос. Он очень актуален. И укомплектованность на 100% это мечта любого кадровика. У нас есть вакантные должности. В настоящее время управление Росгвардии по Иркутской области ведет набор на должности полицейский, полицейский водитель, старший полицейский. Это подразделение вневедомственной охраны. Также на должности полицейский боец в отряда мобильного особого назначения ОМОН. Также мы комплектуем воинские части 3695. Это в городе Ангарске и войсковую часть 3025 в городе Грозном. А как вы сами попали в структуру Росгвардии? Если не секрет. Нет, секретов в этом нету, конечно. Я с детства мечтал быть военным и как сквозь тернии шел к своей мечте. Не получилось поступить в военный институт, поступил в гражданский, обязательно поступил на военную кафедру. После военной кафедры, как говорится, пришел на КПП, записался на прием к командиру, пообщался. Командир меня принял, взял на службу. С тех пор я служил. А есть у вас какие-то традиции в вашей структуре? Да, традиции. Конечно, несмотря на то, что управление Росгвардией по Иркутской области, то есть в Иркутской области Росгвардия появилась 6 лет назад, 30 сентября, у нас уже за этот небольшой период есть, конечно же, свои традиции. Прежде всего, это наша ведомственная акция благотворительная донорская «От сердца к сердцу» она называется. Наши сотрудники военнослужащие во всех городах Иркутской области с самого образования Росгвардии начали сдавать кровь, помощь тем, кто в ней нуждается. Это и дети, и онкобольные, пострадавшие в ДТП. То есть постоянно банк донорской крови мы пополняем. У нас есть уже и почетные доноры России, это около пяти человек у нас уже их. Ну и, конечно же, самая главная традиция – это чтить память тех, кто ценой собственной жизни выполнил свой служебный долг. Мы чтим память этих ребят, которые выполняли свой служебный долг на территории Северо-Кавказского региона и на территории нашей России, выполняем охрану общественного порядка. Спасибо. Спасибо вам, ну, прежде всего, за ваши трудовые действия. Спасибо за работу на нетрудовом поприще. Вы также там выполняете огромный объем работы. Поздравляем вас еще раз с профессиональным праздником. Спасибо. И спасибо за интересную беседу. И в завершении от себя лично и от своих коллег, от руководства управления Росгвардией по Иркутской области, хотелось бы поздравить всех Росгвардейцев Иркутской области с профессиональным праздником, с Днем образования управления. Пожелать крепкого здоровья, благополучия в всех направлениях. Поздравляем. Ура. 30 минут идет наша программа, остальные 23 часа 30 минут мы с Дарьей смотрели все ролики в Ютьюбе, чтобы собрать для вас лучшую подборку. В день интернета советуем вам присоединиться и посмотреть эту подборку смешную с Ютьюба, так что улыбайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Простите. Но на самом деле сегодня мы думаем, что многие вот так же, напивая Акуджаву, окажутся на своей кухне, где будут пробовать приготовить очередной рецепт, потому что сейчас будет рубрика Bon Appetit. Мы вас познакомим с одним интересным оригинальным рецептом, и многие домохозяйки, да чего там, и домохозяины сегодня вечером попробуют сделать то же самое. Получится или нет, пишите, нам интересно, нам это важно. Рубрика Bon Appetit. Всем привет! Мы решили приготовить одно из самых популярных и любимых блюд школьных столовых – это сметанники. Не в обиду сосискам в тесте, будет сказано. А начнем мы ни с чего иного, как с тестом. Замесим тесто. Для сметанников нужно самое обычное дрожжевое тесто. Наше тесто поднялось, теперь будем с ним работать. На присыпанной мукой поверхности раскатываем тесто в жгут. Теперь разрезаем тесто на равные части. Теперь из наших кусочков теста скатаем небольшие шарики и дадим постоять еще немножко, чтобы они поднялись. Теперь дадим нашим заготовкам немножко постоять и подняться, а в это время займемся начинкой. Взбиваем до однородной массы сметану, сливочное масло, муку и сахар. Теперь донышком стакана смазанным маслом, Делаем в поднявшихся булочках небольшое углубление. И, наконец, выкладываем начинку. Теперь наши сметаники смазываем взбитым яйцом края, чтобы они немножко подрумянились. Ну вот и все. Теперь отправляем этих красавчиков выпекаться в предварительно разогретую духовку. Ну вот и все. Наши румяные красавчики готовы. В лучших традициях в школьных столовых сметанике собственной персоной. До новых встреч. Пока. Жень, ну что, тебе захотелось попробовать или попробовать приготовить эту вкусняшку? Ой, я знаешь, я вот такой человек, который бы стоял и помогал. Такой маленький поваренок, который вот подал бы соль, перец. Ну а потом, конечно, самый первый был бы с большой ложкой, кто бы все это дело пробовал. Ну значит, помогать будешь мне, потому что мне захотелось именно попробовать приготовить. Ну, к сожалению, наша программа сегодня подошла к концу. 30 минут в эфире с вами. Мы желаем вам хорошего настроения, продуктивного дня, каждого дня, хороших выходных. В общем... К сожалению, программа подошла к концу, но, к счастью, по будням она будет выходить каждый день. И мы с вами еще обязательно увидимся. Дарья Царанок, Зимник Евгений, программа «Новый день». Пока-пока. Дарья Царанок, Зимник Евгений. Дарья Царанок, Зимник Евгений. Овин. День обещает яркие впечатления в поездках, приток позитивных новостей, приятную атмосферу в окружении. Телец. Если хотите заручиться поддержкой окружающих в своих планах, участвуйте в их жизни. Пригласите коллег или друзей к себе домой. Близнецы. Это хороший день для отдыха, развлечений, романтических мероприятий и творческих занятий. Делайте то, что поможет вам украсить вашу жизнь. Рак. Запланируйте большую уборку, поскольку неминуемо придется с чем-то распрощаться, и лучше по своей воле. Лев. Хорошо начинать крупные домашние проекты. Ремонт, строительство, переезд. Можно делать покупки. Дел. Для удовлетворенности жизни иногда необходимо соприкоснуться с красотой, роскошью. Занимайтесь своей внешностью и здоровьем. Лесы. Непростой день. Старайтесь сохранять хладнокровие и избегать конфликтов. Если вы с кем-то поссоритесь, восстановить отношения будет нелегко. Скорпион. В накаленных ситуациях этого дня переждите порыв высказать все, что вы об этом думаете, иначе трудно будет остановиться. Стрелец. Нужно быть осторожнее с покупками. Есть вероятность, что вас попытаются обмануть, заставить заплатить за воздух. Козерога. Случайные обстоятельства могут подсказать способ внести в жизнь больше изобилия, научиться чему-то полезному. Хороший день для встреч с друзьями. Водолей. Следите за состоянием здоровья. Прислушайтесь к запросам организма. Для восстановления сил выбирайте варианты пассивного отдыха. Рыбы. Вы будете купаться в знаках симпатии. Это хорошее время для флирта. Но не раздавайте серьезных авансов. Ближайшие дни могут изменить ваши планы. Продолжение следует...